Коррекция юга, юго-запада и запада по Васту. Привет, друзья! С вами канал ArtVastu. Сегодня мы поговорим, как корректировать сектора оттока. В прошлом видео я рассказала, как корректировать эти сектора камнями и металлами. Рассказала про формулу, которой важно придерживаться. В этом видео я расскажу про другие методы коррекции. И начнем мы с того, что я прошу вас внимательно смотреть, как мой урок, как построить Васту-карту. И когда вы ее построили, встать с компасом, еще раз проверить, что вы правильно определили север. И направление севера по компасу приблизительно попадает в тот сектор, который у вас получился по Васту-карте. Если у вас все правильно получилось, то вы можете переходить к коррекциям. Итак, что же является дефектами? Секторов оттока. Юго-запад, юг-запад. Вход в квартиру, либо в дом. Окна в этих секторах. Балконы, лоджи, веранды, террасы. Итак, чтобы скорректировать эти дефекты, у нас есть несколько инструментов. Первый инструмент, что касается окон. Это пленка. Тренировочная пленка на окна. Эта пленка не зеркальная, а цветная. Для сектора юго-запад, юг, предпочтительно нам бронза. Пленка бронза. Затемнение смотрите по своему ощущению. Конечно, лучше побольше, но не обязательно самую-самую максимальную. Юго-запад, юг мы клеим бронзовую пленку. В западный сектор мы клеим синюю. Помните, я вам рассказывала про цвета секторов, в которые мы красили камни? Так всё и получается. Если мы корректируем на западе, то мы используем синие цвета, плюс серебро. Если мы делаем коррекции на юге, юго-западе, мы используем золотые, коричневые, ухристые цвета, а также золото. Поэтому у нас с вами на юго-западе, юге бронзовая пленка, а на западе у нас с вами синяя пленка. Всё логично. Смотрите, если у вас балкон, застеклённый балкон и окно в комнату, вы сами выбираете, на какое остекление клеить пленку. И туда, и туда не нужно. Или туда, или туда. Куда вам удобнее. На днях ютуб заблокировал мой канал. Это была ошибка алгоритмов ютуба. Сейчас уже всё хорошо, но я задумалась. В связи с этим я решила пригласить вас всех на канал Бусти. Там я уже давно выкладываю все видосики по Васту. И там предлагаю с вами общение. Там будет всё бесплатно. Чтобы вам было Бусти пользоваться легко, заходите, регистрируйтесь через номер телефона. Не используйте ссылочки на соцсети. Это очень неудобно, уже проверено. Вы заходите через номер телефона. Вам приходит одноразовый пароль на телефон. Вы по нему заходите и пользуетесь. Всё отлично, всё прекрасно. Иногда на Бусти я буду делать такой пост, где все желающие смогут написать «Хочу разбор моего объекта». Я буду проводить голосование, и один выигравший будет получать от меня бесплатную Васту консультацию. Также мы с вами там будем обсуждать ваши вопросы. Вопросы ваши я буду собирать именно на Бусти. Поэтому заходите. Чем мы ещё можем усилить наши окна? Нам же их нужно утяжелить. Мы можем использовать не только окна, но и двери и все остальные дефекты, которые я перечислила. Мы можем использовать цветы в горшках. Здесь утяжеляет не только сам цветок. Если он большой, это какое-то деревце с тяжёлым стволом или крупными листьями тяжёлыми. Оно, конечно, тоже утяжеляет. Но в основном утяжеляет всё-таки земля в горшке. Поэтому, если у вас есть цветы в горшках, в катках больших, катите их в эти сектора под окна. На подоконнике, под окна на пол, куда вам удобно. Они тоже будут утяжелять. Если у вас в секторе притока стоит большое дерево, большой катки с большим количеством земли, то оно вам закрывает приток. Тащите его в отток. Дальше. У нас дальше идут двери. Мы корректируем, так же, как в прошлом видео я рассказывала, металлами и камнями по формуле. То есть, если у вас есть дверь, вы её корректируете. Используем инструменты в прошлом видео. И ещё один инструмент хороший, который я хочу вам рассказать, это деревянные подвесы, которые мы размещаем либо над окном, если оно приходится в зону оттока, либо над дверью, если оно приходится в зону оттока. Они бывают отдельные, как на картинке, и бывают объединённые в одну группу, в один подвес. Тоже, как на картинке. Считается, что отдельные работают лучше, потому что у них более сакральная форма. Они более крупненькие, более равносторонние такие. Я вешала и те, и те. Да, я соглашусь, что отдельные работают посильнее, но если у вас настолько чувство прекрасного, вы не можете себе позволить повесить вот такие отдельные подвесики, повесьте в линию, это тоже будет работать, но вам не так сильно это будет бить по глазам. То есть лучше повесить всё-таки хоть что-то, чем не повесить ничего. Эти деревянные подвесы, как их вешать и куда? Смотрите, вообще минимальное количество отдельных подвесиков 3 штучки. То есть если у вас дверь в оттоке, вам назначат от 3 штук, если вы вешаете отдельными. Дверь у нас обычно входная 90, 3 подвесика туда по 20 хорошо располагаются. Если у вас окно, на нём 3 смотреться будут немножко куцевато, и лучше взять побольше. Но если окно маленькое, 3 тоже будет хорошо. Я у себя сейчас повесила 5, мне одно окно 1,5 метра, другое окно почти 2 метра. По 5 я взяла на каждое окно. Мне смотрятся хорошо и на одном окне, и на другом. Вот эти отдельные подвесики. В принципе, вы можете усилить сакральность этой коррекции, используя число пирамидок, соответствующие этому сектору. То есть если мы вешаем на запад, мы вешаем пирамидки 7 штук и красим в цвет сектора. Красим синим, либо серебристым. Это на запад. Если мы вешаем на юг или юго-запад, мы вешаем 9 штук и красим в цвет сектора. Цвета земли от песочного до коричневого, либо золотой. И над окнами, и над дверьми. Но, если вы вешаете отдельные подвесики 9 штук, и они у вас не влезают в линию, вы можете их разместить 9-3 ряда по 3. И, кстати, такие подвесы хорошо убираются в гипсокартон. То есть можно заложить, если вы делаете ремонт, например, можно заложить гипсокартоновую основу и в нее воткнуть эти подвесики 9 штук над входной дверью или у окна, или на лоджии это воткнуть все в потолок. Это тоже будет хорошо. Чем можно заменить подвесы, если вы делаете ремонт? Просто опусканием уровня потолка. То есть если в этой зоне, на вашей лоджии или балконе, или у окна вы сможете опустить потолок, не обязательно во всей комнате, но хотя бы над окном, хотя бы на 10 сантиметров, это уже вам даст примерно такой же эффект, как от этих подвесов. Подвесы. Мы вешаем либо к потолку, либо к стене. Роли это не играет. Как вам удобнее? Если у вас натяжной потолок и не выведены туда точки крепления, то вы вешаете к стене. Если у вас удобнее на потолок, вы вешаете к потолку. Если вы будете заказывать подвесы в линию объединенной, вас мастера, у которых вы будете заказывать, вас будут спрашивать, в какой сектор. Если вы скажете на запад, вам сделают 7 пирамидок. Если вы скажете на юго-запад и юг, вам сделают 9 пирамидок в линию. Подвесы могут быть как из дерева, так и из фанеры. Вот эти отдельные у меня. Это фанера толстенькая, наверное, миллиметров 8 или даже 1,2 такая прям толстенькая. Что еще я вам хочу сказать про сектора оттока. Здесь не должно быть зеркал. Зеркал и много света. То есть здесь мы не зажигаем гирлянды. Здесь мы не включаем какие-то светильники 24 на 7, которые горят. Мы все это убираем лишнее. Если у вас здесь зеркала, то мы их заклеиваем какими-то пленками, чтобы убрать этот зеркальный эффект. Потому что зеркала делают то же самое, что делают окна. То есть если у вас здесь зеркало, считайте, у вас еще плюс одно окно. Поэтому зеркало вы либо тонируете какой-то более темной пленкой, типа бронзы тоже, чтобы оно стало таким более темным. Либо вы вообще его заклеиваете какой-то пленкой, которая без отражающего эффекта, чтобы его совсем убрать. Это будет даже более предпочтительно. Здесь мы убираем свет, излишний свет. И свет, который мы используем, мы стараемся его сделать желтым. Желтоватым, не холодным. Все-таки ближе к желтому. Если мы говорим про веранды и террасы, балконы и лоджии, то наши подвесы деревянные можно вешать как внутри помещения, перед окном, так и на самом балконе, лоджии, веранде, террасе. Сегодня мы с вами обсудили основные коррекции секторов оттока. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Я постараюсь новыми видео на них ответить. А с вами был канал ArtVastu. И до новых встреч!